Поехали. Всё, давайте поговорим про автоколебательные мультилибраторы и счётчики. Под это дело мы это запишем в качестве кино, чтобы следующее выделение телезрителей умели делать автоколебательные мультилибраторы и счётчики практически без меня. Я надеюсь, что вы сделали часть 1 Т3, и следующее задание, которое вы делаете, называется автоколебательные мультилибраторы. Автоколебательные мультилибраторы – это генератор. То есть он должен вам генерить мяу. Я его сейчас нарисую. Устроена эта штука вот так. Понимаете ли вы, что я сейчас рисую вам? Ну, это ваш знакомый RS-триггер, да? Вот здесь нету спайки проводов, потому что нет жирной точки. И обратите внимание, если бы был просто RS-триггер, вот здесь провода висят. И это означает что? Что они подключены фактически на них в языке деличка. Понятно? Вот здесь не хватает конденсатора. С1 и РФ. С2 и А2. Понятно, да? Ну, вот я же нарисую как-то более понятно. Здесь нету спайки. А это был бы RS-триггер, если бы это был просто провод. Вместо просто провода здесь стоит RC-цепочка, которая называется «кто знает как». Это дифференцирующая цепочка, да? Есть интегрирующая и дифференцирующая. Вы еще не проходили? Ничего похожего? Ну, мы проходили бы. Дифференцирующая и интегрирующая. Вот это в нее вход, а это выход, да? Но она здесь стоит не как дифференцирующая цепочка, просто так. Она, наверное, последняя на полчаса. В смысле? Вот цепочка, вот в нее вход, вот выход, вот земля. Вы привыкли их рисовать вот так? Вот так. А снимаем из чего получается? Ну, вот, смотрите. Вот цепочка, состоящая из C1 и R1. Вот C1, вот R1, вот точка А, вот точка В. Узнаете, да? Короче говоря, наука говорит следующее. Что если ничего, не подключать никакой генератор, а сюда подключить осциллограф, то эта штука даст вам сигнал, похожий на миандр. Вот такой. Представляете себе, да? Вот такой сигнал называется миандр. И у него вот это будет Тау1 равно C2 и R2, а вот это будет Тау2 равно C1 и R1. Вот такая вот интересная штука. Это называется автоколебательный мультираб. А можно подумать, как он работает. Кстати, анализ этой схемы не очень простое дело, потому что этот анализ, вот вы можете начать рисовать сигнал, который он дает, и анализ этой схемы включает ее начальное состояние. А начальное ее состояние не очень легко. В него входит заряд вот этих двух конденсаторов. Понятно, да? Ну, давайте попробуем хотя бы два слова сказать о том, как эта штука работает. Чтобы хотя бы иллюзия была, что мы понимаем ситуацию. Иллюзия такая. Представьте себе, что изначально у него было состояние 1,0. Вот какое-то время он находился в состоянии 1,0. Оба конденсатора, ну, например, были заряжены. Вот, они были заряжены до своего состояния. Вот здесь было напряжение 0, оно делало здесь единичку. И вот этот конденсатор только что переключился. То есть здесь была единичка, и он закончил разряжаться, на нем стал 0. Как только он разрядится, значит, как только здесь появился 0, здесь стало 1. Этот конденсатор не заряжен, поэтому здесь мгновенно стало 1, и через него пошел ток. Как только здесь стало 1, здесь появился 0. Так вот через него идет ток, то время, пока он не зарядится. Характерное время зарядки R1C1. И вот когда время зарядки пройдет, R1C1, здесь появится 0. Он переключится, здесь появится 1, и все начнется в обратную сторону. Ясно? Да или нет? Один заряжается, второй стоит. Они оба, на самом деле, заряжаются. Но сначала этот контролирует ситуацию, он заряжается до того времени, как здесь станет 0. Система переключается, и он опять заряжается, пока другой не станет 0. То есть, то одна RZ-скочка, то другая контролирует ситуацию. У вас есть, наверное, у вас нет этой картинки, но довольно легко поверить, что более-менее так все происходит. Значит, с этой схемой связана, тем не менее, проблема. Казалось бы, вот все так здорово, значит, один заряжается, потом другой. На самом деле, если вы ее соберете, она работать не будет. Дело в том, что эта схема начинает работать в момент первого переключения. То есть, когда на нем было состояние 1,0, и он переключился. Смотрите. Пусть у него состояние 1,1. Пусть оба конденсатора заряжены. Если они заряжены, весь ток стек сюда, да? Здесь 0, здесь 0. Это сопротивление притягивает эту точку к 0, и эту точку к 0. И все, это стабильное состояние. Из этого 0 эта схема делает единичку, из этого 0 эта схема делает единичку. И никаких колебаний не будет. Про такой генератор говорят, что это генератор с жестким возбуждением. То есть, он может работать как генератор, но для того, чтобы он начал работать, ему нужен толчок. Его надо вывести из состояния равновесия. Это идет в разрез с тем генератором, который вы делали в аналогном практике. Вот он нарисован, РЦ генератор на операционном усилителе. Вот тот был генератор с мягким возбуждением. То есть, любое сколь угодно малое возмущение в нем нарастало, нарастало, нарастало до максимальной амплитуды. Его не надо было выводить из состояния равновесия, а этот надо. Поэтому мы с вами делаем генератор с толкающей схемой. Вот смотрите, что мы делаем. Мы делаем схему, которая следит за тем, чтобы на нем не было устойчивого состояния. И если такое состояние возникает, из него его вытолкивает. Смотрите. А снимаем мы сигнал по-прежнему вот отсюда. Вот сюда мы подключаем наш осциллограф. Смотрите, что происходит. Мы заменили вот эту землю на... Понятно, что вот эта толкающая часть, да? Как работает толкающая часть? А смотрите. Пусть генератор живет вот в том состоянии, которое мы рассматриваем, которое для нас нежелательно, когда на нем две единички. Что делает вот эта схема с двумя единичками? Она из них делает ноль, правильно? Эта схема из нуля делает что? Единичку. И эта единичка приходит сюда. Эта единичка вот здесь вот сюда заставляет единичку и выталкивает наш генератор из равновесного состояния. Ясно, да? То есть она ему не дает находиться в состоянии, когда здесь и здесь один один. А если он работает как надо, то всегда здесь ноль, здесь один. Эта штука из них делает один, эта из них делает ноль. И фактически мы с вами имеем ту схему, которая у нас была до того. Ваша задача собрать вот такую схему, да? Вот сюда воткнуть осциллограф и пронаблюдать вот такой сигнал, который я только что рисовал. При этом на этом сигнале вот здесь должно быть 10 микросекунд, а здесь должно быть 20 микросекунд. Конденсаторы вы должны рассчитать сами, а R1 и R2 вам рекомендуется взять в качестве 1 кг. Вы должны собрать, показать вот такой сигнал на осциллографе и все, и продолжаем дальше. Значит, обратите внимание на то, что когда мы вот это собрали и показали, мы с вами кончаем работать со схемой латыни. То есть следующая схема уже другая. Вопросы есть по этой части? Я надеюсь, что я в этот раз все нарисовал правильно, и все у вас получится хорошо. У меня есть небольшой комментарий, который мне тоже хотелось бы записать в качестве видео, чтобы он был вот перед глазами у тех, кто будет это смотреть. Дело в том, что значит, у вас два прибора вот главных таких. Это генератор и осциллограф. Про генератор мы с вами говорили. Давайте я скажу пару слов про осциллограф. Обратите внимание, осциллограф у вас двухлучевой, правильно? Вот как им пользоваться? Значит, отметим, что те осциллографы, которые стоят у вас, они вообще, в принципе, очень хороши. Ну, они там в том частотном диапазоне, в котором они сделаны. И у них есть вообще кнопка автосет, которая в 90% случаев вас спасает. Вы нажимаете автосет, и он делает все, что вам хочется. Значит, вы представляете себе, как раньше был устроен в древности осциллограф? У кого в школе была физика? Значит, вы зря смеетесь. Моей дочке нет сейчас в школе физики. У нее вместо этого очень странный предмет, который называется естествознание. Так вот, если у вас была физика, то у вас должен был быть вот такой осциллограф, древний разобранный. И вот этот кинескоп, представляете? Вот здесь электронная пушка, лучи бегут сюда, да? Вот прямо разобранный, так вот, из деревяшки сделан. Отсюда выкачан воздух, это стеклянная штука, вот ее вид спереди. И когда луч попадает в какую-то точку, эта точка светится. Дальше. У него были вертикальные обкладки, это как бы конденсатор, который отклонял луч вверх и вниз. И были вот так вот горизонтальные обкладки. То есть, если вид сзади, то вот так вертикальная обкладка, вот так горизонтальная. Понятно, да? И вот на горизонтальной обкладке подавался вот такой вот сигнал пилообразный. Если мы подаем пилообразный сигнал, вот луч бежит по экрану, вот он возвращается назад, вот он ждет. Если одновременно с этим подать на вертикальной обкладке какой-то такой сигнал, то луч пробежит, надо думать по экрану, какую-то вот такую траекторию. Понятно или нет? Что, ни у кого в школе такой штуки не было? Вам просто не повезло. У вас не было детства. У вас не было детства. Вот, значит, но о чем я хочу подводить? Понятно? Во-первых, немножко делается понятно, зачем мы делаем генератор ступенчатого напряжения. Примерно штука, которая делает вот это. Это обратный ход луча. Можно, например, в это время вообще луч не показывать. А вот этот-то зачем кусок? Почему? Луч сразу не начинает двигаться отсюда. А это самая, значит, таинственная вещь в ССО. Это называется синхронизация. Я вам сейчас про нее расскажу. Предположим, что перед вами задача показать вот такой сигнал. Ну или не так, как у вас. Вы хотите на экране видеть вот такой сигнал. Представьте себе, что вот этих вот фрагментов у вас нет. И луч, вот вы подаете чисто пилообразное напряжение на горизонтальной обкладке. Когда приходит первое пилообразное напряжение, он показывает вам на экране осциллографа вот такой кусок. Потом луч возвращается. И вот с этого момента начинает показывать вам вот такой кусок. Понятно, да? А люминофор, которым покрыт экран осциллографа, светится какое-то время. То есть вы видите и тот, и этот. Потом он покажет вам, надо думать, какой-то вот такой кусок. И очень быстро, на частоте 100 кГц, ваш экран будет просто светящимся прямоугольником. Понятно объясняю? Значит, чтобы этого не происходило, что мы делаем? Смотрите. Мы говорим, что есть уровень. И мы хотим начинать показывать сигнал в одной и той же фазе. То есть когда он пересекает некоторый уровень. Я хочу, чтобы моя синхронизация стартовала вот в этот момент времени. Потом ждала вот этого момента. Потом показывала вот этот момент времени. Потом ждала, показывала вот этот. И тогда все кусочки сигнала, которые я показываю, наложатся один на другой, уже не как белый экран, да? А один на другой, прямо один на другой. И вы увидите вот такой вот красивый кусок крыльпы. На вид, если у нас плохая синхронизация, выглядит как будто сигнал бежит по экрану, да? Или заполняет его целиком. А так вот он прямо стоит. Что я вам сейчас рассказал? Я рассказал, что такое синхронизация, да? И я рассказал вам, что такое уровень. Обратите внимание, что когда сигнал пересекает уровень, он может его пересечь, когда сигнал растет и когда сигнал убывает, да? И осциллограф умный. Он умеет понять, когда сигнал растет, когда убывает. И можно сказать ему, стартуй, когда растет, и стартуй, когда убывает. Понятно? Значит, в вашем случае синхронизация называется триггеринг. Найдите на осциллографе блок, который называется триггеринг. Он справа. Значит, есть меню триггеринг. Меню говорит, с какого канала брать вот этот сигнал. С какого канала брать вот этот сигнал? Понятно, да? А еще она говорит, вот так вот или вот так вот. Эч там, ну, короче, рост или углевание. А еще она говорит, что можно там экзотический режим синхронизации сделать. То есть, если вы показываете мне сигнал вот такой, двухлучевой, да? Угадайте, что это за триггвар. Чего? Это Т-тридер. Вход-выход, да? Было бы на прошлом занятие. То надо сделать синхронизацию вот по этому каналу, вот в этих точках. Да? А не по этому каналу. Потому что если делать по этому каналу, то у вас будет синхронизация, посмотреть, двое чаще, чем надо, и вы увидите вот такую картину. В меню синхронизации надо найти Channel 2 и его поставить. Ясно объясняю? Хорошо. Значит, это половина моего рассказа. Эти я отключу кино. Потому что мне не хватало ровно этого.